В начале декабря в Москве состоялся первый в истории страны съезд лидеров богатырского движения. Мероприятие прошло под эгидой общероссийской общественной организации «Сильнейшая нация мира», которая создана при личной поддержке президента России Владимира Путина. В Люберцах прошла пресс-конференция с лидерами физкультурно-спортивного проекта. На ней присутствовал Луиза Едиозарян. История создания проекта «Сильнейшая нация мира» берет свое начало в 2014 году, когда российские спортсмены впервые столкнулись с акциями и получили запрет на участие в международных соревнованиях. Представители богатырского движения стали проводить фестивали и турниры без привязки к мировым или Всероссийским федерациям. Затем это движение получило более широкое развитие, получило отклик от спортсменов, от общественных организаций, потому что сама идея богатырства – это очень теплый отклик, находит в сердцах россиян. Это часть нашего менталитета. У нас всегда уважали и уважают силу, и не только физическую силу, духа, созидательную силу. В следующем году представители спортивного движения проведут чемпионат мира среди богатырей. По планам организаторов, в нем примут участие как минимум 10 стран. Состязания пройдут среди непрофессиональных атлетов. Это знаковое событие, возможно, пройдет в Люберцах. Также в городском округе запланировано установление нового рекорда среди женщин-силачей. Девушка, которая будет определена предварительно на региональном, скажем так, наверное, каком-то первенстве, или это будет формат у нас, отборе всероссийском. Та девушка, которая окажется лучше всего по буксировке, ей будет предоставлена возможность попытки установления рекорда. Я пока вес не хотел бы называть, чтобы никого не смущать, но вес будет очень большой. До этого ни одна из женщин России не двигала такую машину. Сам Сергей Агаджанян тоже готовится к новому рекорду по сценическому экстриму. В мае следующего года на центральной площади Ставрополя он вместе со спортсменом Сергеем Чуприной разрушит более ста предметов. После пресс-конференции силач надул до разрыва три грелки и скрутил в трубочку три сковородки. Минута 25-6 предметов.